Стори-теллинг. Или, говоря по-русски, умение рассказывать истории. Стори-теллинг сначала был маркетинговым инструментом. Он был нужен для того, чтобы, знаете, люди рекламу не любят, а истории любят. Если вот зашить в историю рекламное сообщение, рекламный месседж, то это повышает продажи, поскольку не вызывает у людей отторжения. Позднее стало понятно, что этот инструмент может работать не только в маркетинге, но в продвижении практически любых идей. Представим себе картину. Сын, старшеклассник, стал хуже учиться. Потерял интерес к учебе. И это сказывается на всем. У всех вызывает беспокойство. Значит, мама обещает на Новый год сыну новый смартфон при условии, что он закончит полугодие без троек. Не работает. Папа, беседуя с ребенком, объясняет ему, что если он будет плохо учиться, он станет дворником. Все будут преуспевать его одноклассники, а он будет нести улицу. Не работает. Дедушка говорит, дайте я. Поговорил с внуком. Через несколько дней заметные результаты повышения. Ну, не отличник, но тем не менее. Учиться стал лучше. Папа, мама такие. Что ты ему сказал? Как тебе удалось? Не может быть. Все очень просто. Я рассказал ему историю о маленьком мальчике, который жил в деревне и ходил в школу два километра по снегу, по грязи. Как на этого мальчика нападали бродячие собаки. Он отбивался от них камнями и палками, но все равно каждое утро рано-рано он отправлялся в это путешествие двухкилометровое, что довольно немало. Куда же он отправлялся каждое утро? Нетрудно догадаться, он отправлялся в школу. А почему же он с таким упорством, с таким риском отправлялся в школу? А потому что школа – это лучшее, что было в его жизни. Вся остальная жизнь – это борьба за выживание в маленькой запущенной деревне. И вдруг для сына старшеклассникова, живущего в комфортабельной городской квартире с унитазом, горячей водой, который ездит в школу на метро, а может быть ходит пешком 10 минут всего лишь по благоустроенному району через сквер. Вдруг эта история так отконтрастировала с его жизнью, что школа стала восприниматься не как самое худшее, что происходит в его жизни, а как самое, возможно, лучшее. Вот эта история на контрасте сработала и привела к тем результатам, которым не привели ни мамины посулы, ни папины угрозы. Если в вашей жизни бывало такое, что рассказанная кем-то история, па-бам, вызывала в вас такую реакцию, что-то качественно меняло в вашей жизни – лайк этому видео. И смотрите до конца, в конце я расскажу, а где, собственно, брать эти истории для того, чтобы влиять на других людей. Стори-теллинг – тема сегодняшнего видео. Люди любят истории. Люди любят истории, где сюжет, где неожиданный поворот и так далее. Не знаю, в кадр об этом не скажешь, но есть порно. Порно-индустрия, огромное количество трафика в интернете под это дело. И, конечно, там какие-то миллиарды вращаются денег. Но по большому счету там ничего нового придумать невозможно. И какое-то избитое количество сюжетов и прочее. А человеку нужна новизна, нужен неожиданный ход, неожиданный поворот. И появился, как я знаю, новый жанр порно-видео. Это съемочная группа, которая снимает съемочную группу, снимающую актеров. И вот в этом жанре мы видим, как актеры готовятся, как они гримируются, как они изучают сценарий, как они знакомятся друг с другом, как они входят в кадр, как у них там что-то не получается, что-то там обвалилось, ну и так далее. И вся-вся-вся история, она длиннее, в ней невозможно предугадать сюжет. И создается впечатление, что люди не играют, что как бы тот, кто смотрит, он наблюдает реально происходящие вещи. Там нет монтажных склеек, вроде бы. Но на самом деле, это отдельный жанр, и там играет вся съемочная группа, включая свидетелей. То есть они все играют, что они как будто не играют. И вот это привлекает какую-то часть аудитории, а какая-то часть аудитория в этом просто жанре не знает. Даже здесь история. История в истории. Люди любят истории. И вы любите истории. Вы не любите аргументы, вы не любите угрозы, вы не любите посулы, вы любите слушать историю. С самого детства. Волшебные слова. Как-то однажды в одном городе жил-был. И у нас уши какие-то удлиняются на два сантиметра. Гормон дофамин связан с эмоцией интереса. Познание нового, отслеживать сюжет, его развитие и так далее. Он синтезируется. Один из главных гормонов счастья в нашей жизни. Жизнь теряет краски, если дофамина слишком мало. В детстве его много. В детстве он синтезируется по каждому поводу. Потому что ребенок исследует миру. Ничего не знает. Все для него ново. К старости синтез дофамина снижается почти до нуля. Старикам жить не интересно. И тут замкнутый круг. С одной стороны, им не интересно новое. Их очень трудно уговорить поехать в путешествие, сменить квартиру, попробовать сходить. А давай сходим вот в такой ресторан. Не интересно. Они читают уже читанные книги, смотрят уже смотренные фильмы. Им не интересно. И поэтому круг замыкается. Мы нуждаемся в стимулах. В дополнительных стимулах для синтеза дофамина. И истории тут работают как ничто другое. Представьте себе поехать в путешествие. Долго, дорого. Непонятно, что из этого выйдет. А послушать историю безопасно, быстро и бесплатно. Ну абсолютно бесплатно. Люди любят истории. Рассказывайте истории, если хотите быть услышанными. Внедряйте истории в ваши тосты, презентации. Попробуйте использовать их на переговорах вместо того, чтобы приводить аргументацию. Попробуйте рассказать. А вы знаете, у нас в компании было вот такое. Попробуйте продавать через истории. Что бы вы не продавали. Например, продавайте себя. Когда вы приходите на собеседование, вы можете рассказать о своих, о своей суперсиле, суперспособностях, знаниях, стрессоустойчивости и прочее. А если вы скажете, вы знаете, был у меня, когда вас спрашивают, например, а вот как у вас со стрессоустойчивостью? Вы скажете, у меня высокая стрессоустойчивость. Будет ли это убедительно? Ну не факт. Там будут отслеживать вашу интонацию и скажете, знаете, вместо того, чтобы как-то аргументировать, я расскажу вам историю. На прежней моей работе был у нас случай. Ну и рассказываете, как вы там работали в условиях цепнота адского, а потом вдруг оказалось, что все это не имело смысла, потому что и вы, тем не менее, не сдались и к Новому году вытянули план, несмотря ни на что. Если вы расскажете эту историю интересно и увлекательно, во-первых, вас дослушают до конца, а во-вторых, это будет гораздо убедительней, чем любые ваши субъективные оценки своей собственной стрессоустойчивости. Хочешь знать, откуда эти шрамы? И вы скажете, ну хорошо, окей, как рассказывать истории? Эта же технология недавно появилась, а вот ничего и недавно. Если вы откроете Ветхий Завет, вы увидите целый раздел притчи царя Соломона, а даже издается отдельной книгой. Притча – это инструмент убеждения через историю. Это стори-теллинг в чистом виде. И сколько лет притчи мы не знаем, потому что мы видим древние письменные источники, которым насчитывается пять тысяч лет, но мы не знаем, что было в дописьменную эпоху. Наверняка притчи существовали еще в то время, когда люди не умели писать. Они, рассказывая истории, используя стори-теллинг, убеждали других людей. Стори-теллинг – это история, которая рассказывается с какой-то целью. Если вы просто рассказываете историю друзьям, с которыми вы собрались на вечернюю пирушку, о том, как вы добирались, что с вами произошло, это не стори-теллинг, это просто история. Стори-теллинг – это вспомогательный инструмент, подчеркиваю я. Каким же критериям должна соответствовать хорошая история? Первое – хорошая история должна быть краткой. Она должна вписываться в тайм-слот ожидания, то есть в то время, которое люди готовы выделить под то, чтобы выслушать вашу историю. Второе – в истории должно быть эмоциональное напряжение. Попробуйте создать интригу, не выкладывайте все карты на стол сразу. Какая-то загадка должна вскрыться в конце этого квеста. Сгустите краски, как это делают режиссеры триллеров. Нагнетайте напряжение, и люди будут слушать вас до конца. Третье – у истории должен быть герой, о котором идет рассказ. Это может быть вы сами, или человек, о котором вы рассказываете, а не просто абстрактная какая-то. Причем, если этот герой должен быть максимально живым, он должен быть в глазах аудитории, его нужно описать. Вот представьте себе, представьте, я, пятилетний я, ну и прочее, прочее. У людей должна возникнуть картинка, по крайней мере, картинка, в которой воспроизводится герой. И четвертое – у такой истории должна быть простая линейная логика. Вы не уходите в сторону, описывая детали. Вы идете во времени последовательно. Вначале было это, потом это, потом это, потом хоп, и произошло вот это. И после этого идет, после кульминации идет вывод, мораль или call to action. Давайте выпьем за Петю, за те моменты, которые делают нашу… Call to action – призыв к действию. А запомнили? Если не запомнили, промотайте назад и послушайте еще раз. Так-так-так-так-так, понятно? Нет! Молодцы! Идем дальше! Ну и наконец, истории не обязательно придумывать. В конце концов, такая креативная способность, ее обладает не каждый. И вам на помощь приходят советы о том, где искать готовые истории. Источник номер один – это ваш собственный жизненный опыт. В вашей жизни было достаточно историй, но их число конечно, во-первых, а во-вторых, не всякую историю своей жизни расскажешь людям. Кстати, история чем отличается от анкеты? Вы в истории можете ее интерпретировать творчески, добавить в нее детали отсутствующие, выпустить что-то, что не имеет принципиального значения, а некоторые даже добавляют свою историю. Части истории, произошедшие не с ними. Кстати, истории, произошедшие не с вами. У вас есть друзья, приятели, знакомые, родители. У них в жизни происходили какие-то истории. Вот вам тоже неисчерпаемый потенциал историй. Я помню, когда моей бабушке было 82 года, я понимал, что в таком возрасте любой ее день может стать последним. Я взял с собой блокнот и, приехав к ней домой, жила она в Самаре, когда я был там в командировках, я всегда задерживался на денек, чтобы повидаться с бабушкой. Я однажды сел напротив нее и стал задавать ей вопросы. Бабушка, а расскажи, а кто был твой папа? Например, знаете, я не имел представления в жизни маленького меня, бабушка была конечным пунктом истории, а что там за ней, за бабушкой еще что-то происходило. И она рассказала интереснейшие истории мне. А дедушка, ну дедушка умер гораздо раньше, мне было лет 12, и о дедушкиной жизни я знал только в тот период, пока я жил. А оказалось, там такая история. Я и подумать не мог, почему-то мама мне никогда этого не рассказывала. Мама не об этом говорила со мной. А вдруг там, а дедушкин папа кем был? Ах, вот оно что! И там супер интересные вещи. Я нашел папины тетради. В тетради он начал писать что-то вроде мемуаров. Он описывал свою жизнь буквально вот с рождения, как он ее помнил. Я погрузился в эти тетради и узнал историю моего отца. Позже я загуглил какие-то вещи и совместил данные исторические с тем, что он описывает. И оказалось, ничего себе жизнь была у моего отца. И, кстати, однажды в Санкт-Петербурге перед шестью тысячами зрителей, там был большой деловой форум, я использовал историю моего отца как зачин, завязку и даже, я бы сказал, смысловую основу моей презентации, где речь вообще шла не о папе. Это была вспомогательная вещь. Я видел, как слушал зал завороженно. Стори-теллинг помог мне донести мысль гораздо эффективнее, чем я делал бы это в обычной практике презентации. Замечательно, поразительно, гениально. Таким образом, ваша собственная жизнь, жизнь ваших близких, жизнь ваших друзей, жизнь их в школе или как она сложилась после окончания школы. Накапливайте эти истории. Можете даже себе делать какие-то пометки, заметки в смартфоне, в компьютере. Можете просто собирать. История про... Все, кто был на моих тренингах, знают историю про игры и крокодиловую ферму. Это история о том, как важно иметь веру в себя и почему двоечники довольно часто наглее отличников и поэтому добиваются в жизни большего. Просто у них представление о возможностях шире, чем отличников. Такое бывает. Многие знают историю про Иру и ее за ум, за мужество. Это история о том, как... Ну, в общем, не важно. Очень многие знают истории про Диму из Новосибирска и миллион для дочери. Эти истории помогают аргументировать в тренинге. Не просто сделать его интересным, увлекательным, а аргументировать эффективнее, чем аргументируют факты. Третий источник истории – это собственная история. История – это не просто даты начала царствований и окончания войн. Вся история состоит из историй. И если вы с интересом читаете исторические произведения, вы можете вычерпать оттуда огромное количество поучительных историй. Начнете вы читать книгу или слушать лекцию Родзинского о Петре Первом, и вдруг... Вот, оказывается, что было. Попробуйте эту историю вставить в какой-нибудь рассказ, если вы детям что-то пытаетесь донести, какую-то мысль идею. Попробуйте вставить это в переговоры, презентацию, тост. Когда история свежа, когда вы сами недавно с ней познакомились, вы рассказываете ее очень эмоционально и очень энергично. Потому что вы сами еще на том самом дофамине, на гармонии интереса. Галочка, ты сейчас умрешь! Четвертый источник истории – это сборники историй. Если вы войдете в поисковую систему любую или зайдете в магазин, в котором можно приобрести приложение, вы по слову притчи найдете десятки приложений, в которых собраны и структурированы притчи по происхождению, по историческим периодам и даже есть классификация по темам. Таким образом вы можете, если вы готовитесь к какому-нибудь коммуникативному акту, презентации или тосту, вы просто можете по ключевым словам, по смыслам найти подходящую случаю историю. И на это у вас идут считанные минуты. Ну и существуют не обязательно приложения, целые сайты, в которых можно найти истории на все случаи жизни. Такой банк историй. И, конечно, вот этот четвертый перебивает все, если в вашей жизни или в жизни вашего окружения не находятся поучительных историй, настолько интересных, чтобы быть убедительными. Если вы не смогли найти или вспомнить исторический факт, который каким-то образом иллюстрирует вашу историю, то попробуйте обратиться к банку историй, банку притчи. Ну и, наконец, вишенка на торте. Анекдот – это тоже история. История со смешным, курьезным и не всегда поучительным финалом. Это тоже частный случай истории тейдинга, но рассказывать анекдоты – это, конечно, особое мастерство. Может быть, мы этому посвятим когда-нибудь отдельный выпуск. Как рассказать анекдот, чтобы это было смешно, не банально, и чтобы люди, которые даже знают этот анекдот, все равно просили вас рассказать его и смеются в конце, хотя знают финал. Умение рассказывать анекдот и умение рассказывать истории – это все-таки разные уровни артистизма. Слушайте, идею надо притворять в жизнь. Она мне нравится. Давайте сделаем, действительно, отдельное видео о том, как рассказывать анекдоты, где их брать, почему одни рассказывают смешные анекдоты, а другие – не очень. Чтобы не пропустить этот выпуск, нажмите колокольчик, подпишитесь на канал и увидеть это видео очень скоро. «Дорога» Продолжение следует...